Что здесь еще имеет значение? Я говорила о том, что даже место жительства человека может оказать на него влияние. Например, если говорить о крупных городах. В крупных городах достаточно с развитой инфраструктурой, вроде как все хорошо с одной стороны, с другой стороны есть некоторые такие вот места, которые, ну вот уже негласно люди знают, что это такие нарко-такие точки, где очень много людей живут. Ну возьмите там те же самые спальные районы, так называемые, да, где живут часто достаточно люди с низким социальным статусом, с низким уровнем жизни, там доходы, и как раз-таки тоже процветает наркомания. Несмотря на то, что в селах вроде как бы вот немножко другая история, но в связи с тем, что наркотики на сегодняшний день очень доступны, и можно, в общем-то, почтой как угодно заказать, выписать, там что угодно сделать, то и неважно, в сельской местности живет человек или в городе, уже и в сельской местности плотно употребляют наркотики, хотя по-прежнему лидирующее место занимает алкоголь в сельской местности. Традиции употребления алкоголя на праздники в кругу семьи с друзьями одна из распространенных причин, в общем-то, алкоголизма, скажем так, да, люди привыкли отмечать все свои важные застолья, праздники, мы этот момент с вами проговорили. В общем-то, опять-таки, те поведенческие такие стереотипы, которые мы передаем из поколения в поколение, причем вот у вас не возникает ни у кого такой вопрос, что ну как же так, вот мы же тоже там со своими родителями сидели, они выпивали, но мы же вот не стали алкоголиками, не возникает у вас? Возникает. Культура такая есть? Есть, конечно, культура. Есть культура. Но там не одна причина. Не одна. Они просто складываются. Складываются. И получается этот огромный-авровый минус, который становится... Все это потихонечку, ну вот в эту коробочку, скажем так, накапливается, да, и получается зависимость. Плохая работа, низкая зарплата никого еще не заставляло, в общем-то, знаете, жизни радоваться чаще всего, да, и когда у человека такой низкий уровень жизни, конечно, это не вызывает радости и приводит к отчаянию, к тому, что я вот не состоялся в жизни. Ну, а если еще учесть и такой момент, что на сегодняшний день активно пропагандируются, да, какие жизненные ценности? Успешность, высокий доход, богатство, отсутствие, отсутствие всего этого усиливает депрессию. Украл что? Украл выпукты. Ну, и такое тоже есть, но я говорю сейчас, знаете, о тех моментах, ну, это тоже уже такая известная история, но я вам говорю вот о чем. В принципе, о чем вам предстоит, с чем вам предстоит в том числе столкнуться. Если ваш близкий не является состоявшимся человеком, в каком плане? В плане того, что он может себя обеспечивать, свою семью и поддерживать достаточно высокий уровень жизни, на который он будет рассчитывать, а он будет на него рассчитывать. С утра до вечера, СМИ, глянецы, там, телевидение, там, мы сами вокруг ценности сейчас такие. Кричат о том, что если у тебя нет машины, там, еще чего-то, ты лох, ты неудачник, ты не состоялся. Это значит, ваш близкий на это будет претендовать. И если он до сих пор не состоялся, у него нет навыков, как самого себя обеспечить, достаточно устойчивых и хороших, потому что претензии и амбиции, они есть у всех. Другой вопрос, не каждый сможет это обеспечить. А это значит, он выйдет и он будет в этом крутиться. Он будет в этом крутиться, находиться, общаться со своими друзьями, приятелями, сверстниками. Который кто-то успешен, кто-то нет, но претендовать он будет на успешность. И здесь его начнет долбить чувство ущербности. Вот у этого машина такая, а у меня никакой, или вот какая-то не такая. А у этого то, а у этого сё. И это будет достаточно серьезно его теребить. Он, в свою очередь, будет теребить вас. Чего будете делать? Чего будете делать? Отправлять его будете к консультанту. Хорошо. Ну, будем надеяться, что так и будет. Потому что не каждый родитель... Не каждый родитель готов выстоять, потому что становится как-то жалко своего собственного ребенка. Чадо свое, да, хочется как-то утешить, поддержать. Бизнес купить, срочно женить. Пусть ему там нарожают детей или еще чего-нибудь. Ну, ему, к сожалению, придется со всем этим столкнуться. Ему придется со всем этим работать. Для того, чтобы из этого всего выбраться. Что еще? Уровень образования, кстати, также может служить фактором развития зависимости. Процент употребляющих людей, получивших высшее образование. Причем хочу подчеркнуть. Процент людей, которые получили высшее образование самостоятельно. Не когда вы помогли, купили, из-за него там доучились, да. А когда он сам отучился, да. Так вот, среди людей, получивших высшее образование, процент злоупотребляющих ниже. Я говорю сейчас про тех, кто самостоятельно. Нежели процент среди людей, у которых образование там среднее, там ПТУ, колледж, допустим. Ну вот опять-таки, когда с ребятами разговариваешь, потому что ребята очень разные. Кто-то есть там, не знаю, там со своим бизнесом, а кто-то вообще еле-еле 9 классов закончил, да. Вот, в принципе, это не мешает ему быть каким-то там, я не знаю, в материальном плане успешным человеком. Там что-то выстраивать свои какие-то взаимоотношения. У кого-то есть два высших образования, но при этом он ничего не умеет. Но когда какие-то моменты с ребятами обговариваем, да, вот в плане тех же самых там амбиций и имеющихся уже оснований, у некоторых достаточно серьезный такой диссонанс между тем, что я из себя представляю, и то, на что я претендую. То есть очень такой большой разброд. Я не пойду работать за 25 тысяч, я что, дурак, что ли? За 20, там, за 15. То есть за 15 тысяч он работать не пойдет, он будет сидеть дома. На руках у большинства есть дипломы, то есть единицы кто без дипломов, но когда проводишь опрос, а ты по своей профессии работал, нет. Ты что-то умеешь, нет. То есть если чем-то и занимался, у очень многих такая история, что не хочу за всех говорить, очень разные истории, есть ребята действительно там талантливые, одаренные, работают, там и бизнес, и все, но добрая половина ребят, у которых с этим есть сложности. И с этим вам предстоит тоже столкнуться. Даже после реабилитации эти вопросы, после прохождения курса реабилитации, эти вопросы ребят будут тревожить. Им нужно будет трудоустраиваться, им нужно как-то в обществе будет вращаться. И здесь опять-таки ваша ведь задача будет, да, самим быть достаточно к этому устойчивым, и не побежать сразу устраивать его на работу, к себе в фирму брать или еще что-то. Ему придется через это, через все пройти. Но отвлеклась немножко, говорила-то про что? Про то, что чем ниже уровень образования, да, тем выше, в общем-то, риск, скажем так, и тем больше процент людей, вовлеченных в зависимость. Кстати, люди с трудными профессиями, скажем так, с тяжелыми профессиями, связанные с риском, там, те же самые врачи, там, полиция, пожарные, спасатели, это вот тоже один из факторов риска социальной, да, который может человека привести к химической зависимости. Огромное количество врачей, злоупотребляющих алкоголем, огромное количество полицейских, злоупотребляющих, и алкоголем, там, и наркотиков, да, и вообще очень много людей, у которых вот такие, ну, там, напряженные, рисковые профессии, которые просто снимают напряжение как раз-таки вот посредством алкоголя, там, таблеток каких-то, там, наркотиков, еще что-то. Среди социальных причин алкоголизма далеко не последнее место занимает влияние рекламы телевидения. Про этот момент тоже с вами проговорил, проговорили, скрытая реклама, явная реклама, скрытая реклама, и это яркая такая вот призывающая реклама, она убеждает на самом деле человека, там, подростка, что это модно, круто. И вообще одна из основных причин, которая толкает подростка начинать курить, ну, вот вспоминайте себя, кто в подростковом возрасте пробовал курить. Наверное, хотелось быть взрослым, крутым как-то там, где-то это было модно, кто-то хотел, там, сексуальным быть, там, некоторые девочки, там, начинают курить, там, женщина вам прям такая из себя, там, что-то строит, да. Вот, то есть это те моменты, которые побуждают человека начать первые пробы, а после первых проб он активно вовлекается. Низкий уровень жизни, борьба с бедностью, плохое питание, плохие жилищные условия, безработицы, чаще всего приводят к чему? Ну, к духовному, моральному, скажем так, падению человека. И он не в состоянии справиться с этими проблемами в одиночку. И, к сожалению, если еще рядышком оказывается алкоголь или наркотики, это вот тот трамплин, с которого формируется, в общем-то, ну, вот уже алкоголизм, наркомания, из которых человеку достаточно тяжело выбраться. Это, вот, заметьте, еще на минуточку, вы сидящие здесь, получается, что ваши близкие попадают в тот процент людей, которые из этого выберутся. Далеко не у каждого алкоголика и наркомана есть близкие, которые способны за него заплатить. Есть люди, которые живут в ужасных условиях, социальных, да, там, все очень плохо. И эти люди в реабилитационный центр в такой они не попадут никогда, практически никогда. У нас, конечно, в каждом центре решения есть так или иначе какой-то один, там, два, там, человека, которые по бюджету проходят, которых мы, там, бесплатно пролечиваем, там, по тем или иным причинам, да. Но этого мало. И поэтому это серьезный момент такой, который влияет на вылезет человек из алкоголизма или нет. Понятно, что выбраться может каждый, шанс есть у каждого. Но у ваших близких, я думаю, этот шанс в разы выше. Той простой причине, что он получает квалифицированную помощь, живет там в хороших условиях, да, и вы ему можете помочь. Это, ну, это очень значимый момент. Четвертая группа факторов – семейные факторы. Большинство исследователей склоняется к тому, что эта группа самая значимая. И почему она самая значимая? Потому что ребенок, в общем-то, растет, воспитывается, ну, где он растет, воспитывается? В семье. И какие-то моменты его реакции, да, всего его тех же самых индивидуальных особенностей, того, что с ним происходит, это закладывается в семье. К этой группе факторов, ну, какие именно моменты, да, можно отнести, что сюда относится. Неполная семья – это один из факторов риска. Чрезмерная занятость родителей. То есть родители постоянно на работе, на одной работе, на двух, на трех, или вообще их дома нет. Ну, есть же такие люди, да, кто уезжает постоянно в командировки, я не знаю, еще где-то там подолгу дома не бывает. Вседозволенность. Например, излишний контроль со стороны родителей или вседозволенность. Есть такой момент, когда родители либо очень жестко контролируют, о чем мы уже с вами здесь в какой-то степени проговорили, или же наоборот, ребенок предоставлен сам себе, не потому что его не любят. Так получилось, родители, может быть, заняты. Непоследовательный стиль воспитания. Бывает такое, что сегодня мы тебя контролируем, ты следуешь четко букве закона, а потом все, гуляй рваней. И не обязательно даже это может исходить только со стороны родителей. Ну, допустим, родители очень четко каких-то там жестких норм, границ, правил придерживаются. Потом ребенок, например, на два месяца едет к бабушке, у которой свои нормы и правила, и свои какие-то нюансы. И это тоже вот эту систему постоянно расшатывает и колеблет. И без того еще незрелую, хочу заметить вот так вот на минуточку. Что еще, кстати, эмоциональная незрелость родителей. То есть, если родители сами эмоционально незрелые, такие еще какие-то вот, ну, инфантильные, ну, давайте возьмем, не знаю, юных родителей, допустим, вот, 18-19 там лет детям, и у них уже появляется ребенок. Как считаете, недостаточно зрелые, достаточно осознанные к тому, чтобы быть ответственными родителями, воспитывать ребенка, а не бегать по дискотекам там и все остальное. То есть, это тоже имеет значение. Нет, безусловно, не возьмусь, да, утверждать, что. Есть такие, знаете, там, парни, которые 18 лет, он уже мужик. Он уже ответственный, там, здравый, адекватный. А есть такие, которые в 30 лет, ну, ему разве что слюнявчик повесить, вот еще осталось. Настолько человек не приспособлен к жизни. Поэтому раз на раз не приходится, но мы все-таки, если вот в среднем возьмем, вариант, вариации там больше в какую сторону, где больше риск, да, что будет химическая зависимость, риск возникновения химической зависимости у молодой семьи, которые еще сами не нагулялись, которые еще не, скажем так, и не хотели, может быть, этого ребенка. Ну, так получилось. Да им еще учиться надо, им надо там образование получать, им хочется веселиться, гулять, и ребенок это больше помеха. Они его могут любить, но вот этой осознанности, ответственности, подхода его может не быть. Эмоциональная незрелость родителей, отсутствие в семье системы ценностей, четких ясных правил, двойные стандарты, спутанность ролей в семье, деструктивные коалиции между членами семьи, зависимость одного родителя или даже двоих от каких-либо психоактивных веществ, употребление наркотиков или алкоголя членами семьи, развод родителей, адаптация к новому браку, нереалистичное ожидание в отношении ребенка, дистантное или малозаботливое, или непостоянное родительство, что тоже часто встречается, недостаток любви к ребенку. Все вышеперечисленное является дисфункцией. И семья это очень сложный такой механизм, где каждый из ее членов несет на себя определенную функцию. И при правильной работе этого механизма, каждый из ее членов развивается, имеет здоровую автономию. И помимо того, что он сам достаточно здоровый, он взаимодействует по-здоровому с другими членами семьи и не мешает другим. И в такой семье вырастает, конечно, здоровая гармоничная личность. В правильно функционирующей семье вырастает здоровый человек, здоровый сейчас, наверное, неверно выразилось, в гармонично функционирующей семье, да, в функциональной семье, риск того, что у человека будет какая-либо зависимость, значительно меньше. Вот прям вот в разы, в разы, в разы. Другой вопрос, какую семью можно назвать функциональной, а какую дисфункциональной. Об этом с вами тоже поговорим. Ну, согласитесь, что если человек в семье его научили, да, как-то вот объективно на мир смотреть, справляться с трудностями, да, преодолевать, когда у него есть навыки нормального здорового поведения, когда родители друг друга любят, да, когда проблемы решаются, когда ему показывают, как можно со стрессом справиться, то, наверное, вероятность того, что он к жизни будет готов и сам со всем с этим сможет справляться, значительно выше, да, нежели его расстилю, вот знаете, там, как вот скрывали там что-то от него, или у него был пример деструктива, родители там ругались, ссорились, там, кто-то пил, кто-то там уезжал, или вообще один только из родителей, и то вечно занятой. Наличие одного или несколько вот вышеперечисленных факторов, то все, о чем я говорила выше, проявляющихся в семье, это влияет на человека и препятствует его гармоничному развитию, и часто приводит к возникновению химической зависимости. Узнайте, как помочь вашему близкому уже сегодня. Только полезная информация от экспертов лечения наркозависимости. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»